Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Их призвание – строить машины. Работники машиностроительного комплекса отметили профессиональный праздник. Скоро новоселье. В Чебоксарах построены дома для переселенцев из аварийного жилья. К новым рекордам. В Чувашии стартовала Всероссийская спартакиада трудящихся. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с заместителем министра спорта России Мариной Томиловой. Речь шла о развитии массового спорта в республике. Михаил Игнатьев отметил, что по этому показателю республика сейчас занимает третье место среди других субъектов федерации. Приобщать жителей к здоровому образу жизни помогают проекты «Зарядка со звездой» и «Дни здоровья». Они стали очень популярными среди любителей спорта. Большое внимание сейчас уделяется внедрению комплекса ГТО. Нормативы сдают школьники, студенты, не отстают и ветераны. Накопленный опыт надо тиражировать и в других регионах, отметила Марина Томилова. Она поблагодарила Михаила Игнатьева за постоянное внимание к спортивной отрасли. Сегодня, кстати, в республике стартовала всероссийская спартакиада трудящихся. Сегодня от Сахалины до Севастополя уже приехали в Чебоксары люди. И то, что у нас сегодня, по крайней мере, мы ожидаем 42 региона, и больше тысячи человек, и 200 предприятий, это хороший показатель. «Между собой они общаются, обмениваются, находят новых друзей, соответственно, новая дружба завязывается. И это дает нам всем, что хорошее настроение, и будем работать на благо России, во благо развития спорта Российской Федерации». К этой теме мы еще вернемся, а пока о других новостях. Работники машиностроительного комплекса отметили профессиональный праздник. Лучших специалистов этой важной для экономики отрасли чествовали во Дворце культуры агрегатного завода. С места событий Дмитрий Ковалев. К своему профессиональному празднику машиностроители Чувашии пришли с хорошими показателями. Только с начала этого года объемы реализованной продукции превысили 52 миллиарда рублей. Для нужд машиностроительного комплекса в республике производят кабели, авиационные приборы, холодильную технику, фургоны и цистерны. Проприятия региона сотрудничают с ведущими корпорациями страны и реализуют инновационные проекты. С нового листа пишется история трактора строения Чувашия. Благодаря программе по финансовому оздоровлению были реанимированы заводы крупнейшего машиностроительного холдинга. Только на промтракторе вагона объемы производства были увеличены в 16 раз. Вопрос, который нас сегодняшний раз задают уже, это не только поставка техники с промтрактором, но и поставка комплектующих ходовых систем Чебоксарского агрегатного завода и запасных частей, которые мы выпускаем. Объемы на самом деле нарощены уже настолько, что мы реально выходили даже с предложением к торговому производству. Проблемы уже оборотки. Многие предприятия выходят и просят, чтобы мы изготавливали технику, но без первоначальных авансов. Перед машиностроительным комплексом республики ставят новые задачи. Необходимо увеличивать объемы экспорта и замещать импортную продукцию, которая поступает на внутренний рынок. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит задачи по теме импортозамещения. Наши машины, которые производятся в Шумерле, наши машины, которые производятся в Чебоксарах и других производствах, сегодня в перспективе рассчитывают продавать свои продукции на экспорт. Эти машины сегодня востребованы даже для защиты и обеспечения обороноспособности страны. Торжественная часть концерта вручения наград за трудовые успехи и многолетнюю работу. Друзья, в роде святые! День машиностроителя своим профессиональным праздником в республике могут считать порядка 39 тысяч человек. В этой отрасли трудится каждый второй работник чувашской промышленности. Дмитрий Ковалев, Расилий Мухаммедов, Республика. Меньше дела, больше слов. Жители деревни Шоле в Красночитайском районе республики уже на протяжении долгого времени ждут. Когда же им, наконец, построят сельский клуб? Прежнее деревянное здание сгорело 4 года назад. Глава ЧУАШИ в рамках программы строительства и реконструкции сельских клубов своим решением включил этот объект в план нынешнего года. Так что у жителей деревни появился реальный шанс получить новое здание клуба. Казалось бы, все складывается хорошо. Деньги в республиканском бюджете предусмотрены. Есть типовой проект клуба, конкурс проведен. И вот этим летом ООО КСО Красночитайское взялась за строительство социально значимого объекта. Сдать его должны в ноябре. Но работы идут так медленно, что шоленцы сомневаются, что в этом году клуб распахнет свои двери. Наша съемочная группа уже выезжала в начале сентября на место строительства, чтобы понять причины срыва сроков. Что изменилось за это время в нашем очередном сюжете. Аукцион на строительство Дома культуры выиграла КСО Красночитайское. Подрядчик приступил к работе в июле. Залили фундамент, на этом все и закончилось. В августе на стройке не было уже ни одного рабочего. По словам местных жителей, работы давно не ведутся. Кроме этого, на стройке не соблюдается безопасность труда, территория не огорожена. Я здесь родился, вырос. Моя трудовая деятельность началась именно в этом сельском Доме культуры. Наши надежды были связаны с новым клубом. Но почему-то этот клуб очень долго строится. Фундамент тоже заливали долго, мне кажется. Я, конечно, по стандартам не знаю, но кажется, это у них техника, что ли, подводила у них. А техника действительно подводила. Подтверждение этому – сломанный кран. И это одна из причин задержки строительства, объяснил нам Павел Кондейкин, директор фирмы. В числе других – нехватка рабочих и отсутствие оборотных средств, позволяющих вести работы. Но на срок сдачи объекта, обещает подрядчик, это никак не повлияет. Странная уверенность, не подкрепляемая делами. Ведь участвуя в аукционе, подрядчик должен реально рассчитать свои силы и возможности. Ведь по условиям контракта подрядчик получает бюджетные средства после завершения работ. Закончим мы срок к концу ноября. По-моему, 26-28 ноября мы должны этот объект сдать. Мы его сдадим, проблемы я не вижу. А если погода мешается? Ну, на данном этапе я из земли вышел, так что работа мне уже не мешает. У меня кладочная работа кровельная, внутренний отделок дождей сильно мешать не будет. Но если будет сильный дождь, ну, час-два постоим, посидим, отдохнем. Но это срок влиять не должно сильно. Но в эти заверения верятся с трудом. На памяти сторожилов немало ситуаций, когда это предприятие срывало сроки сдачи объектов. Например, фельдшерско-акушерского пункта. Когда материалы есть, хорошо идет работа, а если нет, так ничего. То это с деньгами, то, что возились, по-моему, на зарплате. У нас, конечно, отражается. Если денег нет, так фронт работы выполнен, а деньги не перевели. Несмотря на плохую репутацию, организация продолжает участвовать в тендерах, пока члены информационной группы разговаривали с жителями, рабочие создавали видимость работы, укладывали плиты перекрытия. Но как только народ стал расходиться, гул мотора стих, и техника, и рабочие исчезли в одно мгновение. Итог рабочего дня весьма плачевен. Рабочие положили две плиты перекрытия. И если даже каким-то чудом в соответствии с государственным контрактом здание клуба будет построено к концу ноября, как уверяет Павел Кондейкин, то оно вряд ли сможет принять посетителей. В проекте заказчик не предусмотрел прокладку коммуникаций. И тут возникает несколько вопросов. Как могло Министерство культуры согласовать проект без учета коммуникаций? И проконтролировал ли Минсельхоз неэффективное освоение бюджетных средств по программе «Устойчивое развитие села»? По коммуникации, хотел сказать, действительно, эти вопросы, они должны были при разработке технических заданий, должны были предусмотреть. Естественно, каким-то причинам. То есть это и глава местного поселения, видимо, какие-то упущения были своевременно. Естественно, муниципальный район тоже, эта документация каким-то образом не были доработаны, я думаю. В Министерстве культуры у нас на сегодняшний день нет ни отдела, ни специалистов, которые ведут строительную работу. Мы единственное, что подписываем соглашение на строительство и направляем средства. Контроль за реализацией этих проектов, в том числе строительства клубов, контроль за целевым использованием средств, за своевременностью проведения строительных работ, вводом объектов в эксплуатацию, в соответствии с утвержденными постановлениями Университет Министров Чувашской Республики правилами. У нас осуществляет Министерство культуры Чувашской Республики. Министерство культуры Чувашской Республики. Министерство культуры Чувашской Республики. Я являюсь координатором, осуществляет только общий контроль и сбор анализ информации о реализации мероприятий под программой в целом. Непонятно пока позиция властей района. Ведь, по всей видимости, доработка проекта полностью ляжет на местный бюджет. Предусмотрены ли в нем такие средства? В 2014 году возможно было начать стройку этого клуба. Так, проделал 4-5 миллионов. Но получилось так, что я до 6 миллионов проекта подготовил. А сейчас выходит так, что денег на строительство клуба маловато. Потому что надо было проделать 15 миллионов проект. Своими силами разберемся. Потому что главное сейчас надо построить крышу, под крышу, свет подключить. Это возможно. Канализация возможно делать. Тяжеловато будет батареями. Ну, я думаю, разберемся с силами района. Еще один объект, который КСО «Красно-Читайская» строит в этом же районе – дом культуры в селе Ижакеи. Контракт был заключен в конце мая. В клубе должны были заменить окна, двери, отремонтировать систему отопления, покрасить стены. Вот эти кадры мы сняли 4 сентября. Через 16 дней мы снова приехали. Но особых изменений не заметили. Что называется, найдите 10 отличий. Тем не менее, подрядчик уверяет, что к 4 октября работы закончат. К сожалению, не так оптимистично настроены власти района. Они устали слышать от Павла Кондейкина отговорки. То техника ломается, то денег нет. Каких еще ждать от них неприятных сюрпризов, неизвестно. В случае неисполнения контракта фирму ждет крупный штраф. К тому же КСО «Красно-Читайская» может пополнить список недобросовестных подрядчиков. А это значит, что он не сможет впредь участвовать в реализации государственных заказов. Сегодня наша съемочная группа отправилась смотреть квартиры. Не для себя, а для тех, кто будет переезжать в рамках программы переселения из аварийного жилья. Все дома в Чебоксарах уже готовы. Репортаж Ольги Пырочкиной. За строительством этого дома по улице Парижская коммуна и других домов для переселения из аварийного жилья пристально следили и городские депутаты, и представители правительства, Минстроя, и, конечно, СМИ, в том числе наша телерадиокомпания. Дело в том, что дома нужно было возвести в рекордные сроки. Ну, фактически, за лето. В начале июня здесь поднимали первый этаж. Сейчас, буквально через два дня, дом будет полностью готов. Сейчас все позади, но по этому дому были опасения. Из-за сложных геологических условий, прежде чем забивать сваи, пришлось проводить испытания грунтов. Это заняло время, которого и так не хватало. У нас вообще простых мест нет, скажем так. Везде делается геологическое изыскание. Естественно, грунты везде разные, естественно, и фундамент везде разный. Где-то более сложный, где-то менее сложный. Тут оказался более сложный. Я считаю, что дом получился очень хорошим, скажем так, даже невзирая на то, что застраиваться он начал самым последним. Зато дом на улице Богдана Хмельницкого начали строить одним из первых. Я считаю, в начале октября можно заселить всех людей, очень-то ключи вручить. Дом практически, внутренняя отделка, все работы завершены. Если в квартиру зайти, сейчас можно открыть кран, вода бежит. Значит, свет везде горит. В общем-то, работы все выполнены. Вот в таком состоянии дом. Ну что ж, нам сказали, что можно включить кран, оттуда потечет вода. Сейчас посмотрим. Так, холодная, нам сказали. Все верно. К коммуникациям все подключено. Редкий случай для еще не заселенного дома. Работает лифт. Да. Мы живые, доехали, все нормально. Спасибо. Там вид красивый. На залив. Вот этот самый вид. Впрочем, Елизавета Дорофеева больше радуется не ему, а просторной кухне. Ну что кухня? Это плита, да? Все чистенько, хорошо. Мы жили в такой кухне. Вот сидишь, так на стол, в раками. А тут, конечно, да вы что. Я с внуком собираюсь жить. Я говорю, я на кухне поставлю себе кресло, кровать и все. Да. Ну вы рады? Что переезжаете? Ой, конечно, ну что, слов нет. У меня же слезы. Начать готовить на своей новой и большой кухне Елизавета сможет уже в октябре. В начале месяца переселенцам планируют вручать ключи. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. 20 лет. Именно столько в этом году исполняется специализированному дому ребенка малютка. Как отметили круглую дату, расскажет Юлия Важенина. Наша работа, любовь и забота – так отзываются о своей профессии сотрудники дома ребенка малютка. Именно в любви и заботе больше всего нуждаются эти детки. Самому маленькому из них на днях исполнится месяц, самому взрослому – 4 года. Наш дом ребенка малютка является самым настоящим домом для всех живущих здесь детей. А наши сотрудницы, как вторые мамы наших малышей, находятся рядом с ними и отдают все свое душевное тепло, любовь, ласку, заботу детям, воле и судьбы, оставшимся без попечения родителей. Здесь есть все, что нужно маленьким воспитанникам. Сотрудники малютки даже поменяли название. И дом ребенка превратился в дом для ребенка. Вот уже 20 лет его работники заботятся о своих воспитанниках. За это время у малютки появилось немало друзей. Все они пришли поздравить как малышей, так и тех, кто о них печется. Причем дарили не только подарки, но и творческие номера. Если у тебя моряне, у меня денег заходи. Если у тебя моряне, у меня денег заходи. Ксюша Сотникова частый гость дома ребенка. Вместе с наклассниками она уже третий год подряд приходит к малюткам. Мы им разыгрываем сценки, песни поем, стихи читаем, чтобы они улыбались, радовались, чтобы мы видели на их лицах улыбки. И чтобы они запомнили эти моменты такими яркими, веселыми, чтобы никогда они не грустили. Дом ребенка малютка рассчитан на 60 детей, но сейчас здесь 36 воспитанников. С каждым годом их количество уменьшается. И, пожалуй, это один из тех домов, которому хочется пожелать поменьше жителей. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. Более тысячи человек из 40 регионов страны приехали в Чувашию на Всероссийскую спартакиаду трудящихся. Сегодня прошел первый день соревнований. В программе всего 9 видов спорта. Армрестлинг, баскетбол, волейбол, гиревой спорт, плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, перетягивание каната. Наша съемочная группа побывала в Новочебоксарской спортивной школе номер 3. Чуваша уже неоднократно становилась центром проведения крупных российских и международных спортивных соревнований. Но спартакиады трудящихся проводятся в регионе впервые. Сюда приехали лучшие из лучших победителей региональных этапов. Светлана приехала в Новочебоксарск в составе ростовской команды. Дистанцию в 800 метров ей удалось преодолеть за 2 минуты и 21 секунду. Она стала первой в своем забеге и второй в финальном. Спорт помогает во всем, в том числе в работе. Поэтому движение – это жизнь, это однозначно. Для меня это немножко коротковатый бег. Я, конечно, люблю бегать побольше. Но я рада, что сегодня получилось сделать все, что смогла. Елена работает в ядерном центре в Сарове. Со спортом дружит еще со школы. Даже при большой занятости успевает тренироваться. У нас есть стадион новый, классный. Да, после работы сразу туда бегом. А там меня муж с ребенком забирает. Мальвина на Спартакеаде представляет Чувашский филиал Сбербанка. Ей не хватило всего 4 секунд, чтобы занять на пьедестале первое место. А от второго ее отделяют всего 2 секунды. Она пробежала 800 метров с результатом 2 минуты 23 секунды. Я не ожидала, что я попаду в тройку. Теперь я буду тренироваться стабильно. После работы буду выходить бегать. Девиз Спартакеады – быстрее, выше, сильнее. Но здесь не обязательно устанавливать мировые рекорды. Всероссийская Спартакеада – это большой спортивный праздник, здоровый образ жизни и командный дух. В эти минуты проходит торжественная церемония открытия Всероссийской Спартакеады трудящихся. Наша съемочная группа передает из Чувашского государственного театра опера и балета. Все эти люди – спортсмены-любители. У них нет побед в профессиональных соревнованиях. Но они и дня не могут прожить без спорта. Здоровый образ жизни прочно вошел в их жизнь. Участниками Спартакеады стали работники трудовых коллективов со многих регионов страны. Многие приехали с семьями. Я рад вас приветствовать на Чувашской земле, в городе Чебоксары, на великой реке Матушка Волга, которая объединяет десятки регионов Российской Федерации. Спортивный человек эффективен и в семье, и на работе, и на производстве. И то, что четвертый раз эта Спартакеада проходит у нас, я просто счастлив. Для нас это высокая честь принимать регионы России. Чувашию на Всероссийской Спартакеаде представляют 36 спортсменов. В состав команды вошли представители крупнейших предприятий республики. О том, какой регион можно назвать самым спортивным, мы узнаем в понедельник. Сразу после информационного выпуска «Республика» смотрите программу «По существу». Гость студии, руководитель аппарата Паралимпийского комитета России, председатель профсоюза работников физкультуры, спорта и туризма Павел Рожков. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова